Познакомиться с новинкой приехали представители избиркомов со всей Центральной России. В качестве пилота 30 участков 8 сентября уже отработали в Москве. На Тамбовщине планируется установка 40 таких участков, сеть которых охватит школы области. В школах, в том числе в районных центрах, где учится максимальное количество детей, потому что это широкополосный интернет, и это будет постоянно работать, то есть не только в дни выборов, то есть будут продолжены специальные линии, которые на день выборов, понятно, будут связаны с избирательными технологиями, с организацией цифровых участков, а все остальное время они будут работать на образовательные нужды учащихся. Всего до 13 сентября 2020 года, то есть к следующему единому дню голосования, таких участков в России будет уже тысяча. Цифровой избирательный участок этой модели уже успел себя зарекомендовать и даже за рубежом, на муниципальных выборах в Эквадоре. Тогда процедура прошла безупречно, и после выборов российские эквадорские представители договорились о полной замене в стране обычных выборов электронными к 2021 году. Пропускная способность каждого терминала — 40 избирателей в час. На участке может быть до 12 устройств. Сам процесс голосования прост и индуитивно понятен. Небольшая видеоинструкция, как проголосовать на цифровом избирательном участке. С собой надо иметь только паспорт. Вы приходите на цифровой избирательный участок, мы вас идентифицируем, находим списки избирателей, и у вас есть доступ к голосованию по своему регионе. Выбираете любую карту. Она обезличена, это просто цифровой код, который ни к чему не привязан. Мы вводим номер региона, по выборам которого вы должны голосовать. Возвращаем вам, и теперь вы можете голосовать на любом устройстве свободном. Это все полностью отключено к интернету. У нас своя собственная сеть, без операционной системы. Все сделано на микроконтроллерах, в чистом виде код. Он полностью сертифицирован, полностью российская разработка. Участники встречи первыми смогли проголосовать на цифровых терминалах. Выбирали место проведения следующей конференции. Большинством голосов победил Тамбов. Классно, мне понравилось. Ничего сложного, в общем-то, все доступно, понятно. Все подтверждается экраном. В общем-то, ошибиться, мне кажется, очень трудно. Проголосовать на цифровом участке можно будет и не по месту жительства, предварительно оставив заявление в системе госуслуг. Павел Юрасов, Николай Иванов, Олег Щербаков, Область новостей.